На прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что устилимцы обратились к депутату Государственной Думы от нашей территории Андрея Чернышева. Причиной их беспокойства стала информация о возможной отмене районных коэффициентов и северных процентных надбавок. Они могли войти в список из примерно 20 тысяч правовых актов времен Советского Союза, которые планируют аннулировать кабинет министров. Как мы сообщали, парламентарий Андрей Чернышев направил официальное обращение к премьеру Дмитрию Медведеву, где указал основные негативные последствия готовящегося в решение. Депутат отметил, что северные надбавки необходимо сохранить, чтобы избежать реального падения уровня жизни северян. Большинство актов объективно устарели, но в их числе оказались постановления о начислении районных коэффициентов и процентных надбавок зарплате, пенсиям и стипендиям жителей северных территорий. Считаю, что данные выплаты ни в коем случае упразднять нельзя, ведь помимо реального падения уровня жизни северян, мы получим массовый отток населения. Предложения депутата от северных территорий Иркутской области были учтены. Действующие льготы и компенсации для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут сохранены. На расширенном совещании правительства страны по реформе контрольно-надзорной деятельности премьер-министр призвал коллег активнее работать с Государственной Думой и Советом Федерации в этом вопросе. Мы начали отсекать неактуальные советские акты, но нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан. Около 450 актов Союза СССР и РСФСР сегодня устанавливают различные гарантии и компенсации. Например, дают три дня дополнительных к отпуску для медиков домов-интернатов в сельской местности, также водителям скорых, или устанавливают компенсации жителям Крайнего Севера. Все эти льготы должны сохраниться.